Комитет Федерации по образованию, Комитет Многоцентровым Исследованием Федерации провели в течение прошлого года. Посвящено оно было анализу ситуации с симуляционным обучением в ординатуре, в которой готовятся наши будущие специалисты. И представляем краткие результаты, те данные, которые мы получили. Среди респондентов, ответивших на наш опрос, опрос распространялся по электронным носителям через профессиональные сообщества путем рассылки на сайте Федерации. Среди респондентов доминировали сотрудники кафедры анестезиологии, а также симуляционных центров, включая администрацию симуляционных центров. Организационно большинство респондентов работают в государственных вузах, хотя были представители и частных государственных образовательных организаций. Среди преподавателей и сотрудников симуляционного центра, которые ответили на наш опрос, следует отметить, что подготовка по симуляционному обучению в основном осуществлялась в рамках тренингов при изначальной поставке оборудования в симуляционный центр. Половина респондентов прошли очные курсы для преподавателей. Значительная часть, около 70%, проходила тренинги во время конгрессов и съездов, что отражает активную деятельность Федерации и Российского общесимуляционного образования в медицине по подготовке преподавателей. Вопрос, касающийся оборудования, который используется для обучения органатором выполнения базовых навыков для нашей специальности, показал, что в целом основные фантомы манекены есть. Есть отрадно появление в ряде вузов фантомов для обучения применения УЗИ в рамках экстренных протоколов обследования, а также для обучения УЗИ-ассистированной катализации центральных вен. Манипуляции, которым обучают наших молодых специалистов будущих, представлены на слайде и в целом базовые и продвинутые маневры обеспечения проходимости верхних дыхательных путей. Несомненно, сердечно-легочная реанимация базовая расширенная. Катализация центральных вен без УЗИ, почти значительная часть исполнителей ответила, что все это делается. Хотя, конечно, странно увидеть тот факт, что таким маневром, как выполнение прямой ларингоскопии, интубации трахеи, учают не в 100% случаев. Таким образом, достаточно странно видеть такие ответы. Проводят ли наши коллеги оценку выполнения манипуляций тем или иным способом на фантомах во время обучения, либо в рамках экзаменов? 60% ответили, что проводят оценку в процессе обучения, 39% указали на применение данной оценки во время экзамена. При этом для оценки используются как свои чек-листы, так и внешние. 25% не используют никаких контрольных листов оценки действий. Таким образом, как осуществляют оценку качества выполнения манипуляций, остается загадкой. В симуляционном центре, во всех центрах Российской Федерации, которые участвуют в нашем вопросе, а также в вопросе по линии Минздрава, мы установили, что у всех имеются те или иные роботосимуляторы максимального реалистичности либо среднего реалистичности, которые позволяют решать широкий спектр возможностей. И на вопрос, существует ли у вас программа обучения ординаторов по анестезиологии с использованием симуляционного оборудования, ответили следующим образом. 67% указало, что есть расписание симуляционных тренингов по темам и семестрам. Нерегулярные занятия по решению преподавателей, по инициативе преподавателей проводятся в четверти случаев. Курс симуляционного обучения включен в официальную программу подготовки, согласно ответам наших респондентов, практически 80% случаев при этом в вузах. Проводят ли занятия участники опроса с ординаторами с применением роботов-симуляторов? Регулярно указали то, что проводят занятия около 40%, нерегулярно 35%, не проводят 25%. При этом на вопрос, считаете ли вы, что обладаете необходимыми знаниями и умениями для проведения обучения с помощью такого дорогостоящего циклотехнологичного оборудования, предъявляющего особые требования к подготовке специалистов, да и скорее да, ответили практически 80%. Что достаточно оптимистично отражает такую очень оптимистичную оценку своего уровня подготовки преподавателей. Частота проведения занятий. Считается, что оптимально является не менее трех тренингов в семестр с каждой учебной группой, и данную частоту продемонстрировали 45% респондентов. Если в программе обучения отдельные учебные модули, программа, которая включается и тестовый контроль, цикл лекций по теме модуля, симуляционный сценарий, а также оценочные средства, на наличие таких модулей в программе указали около 70% респондентов. Когда мы уточнили, какие модули используют в процессе обучения, которым используют роботов-симуляторов, мы получили следующий ответ. Основы анестезиологии и обеспечивание проходимости дыхательных путей, сложнее общей анестезии и неотложное состояние в кардиологии, вот были доминирующие учебные модули, темы блоков знаний по нашей специальности, которые наши коллеги пытаются отрабатывать с использованием сакуалистических роботов-симуляторов, что, в общем-то, отражает мировую практику. Другие аспекты частной анестезиологии и инфляционной терапии отрабатываются с использованием роботов в меньшем числе случаев. Используете ли вы роботов-симуляторов для оценки действий в процессе обучения? Положительный ответ дали 70% респондентов. При этом более 60% указали на то, что они используют роботов-симуляторов во время практической части экзамена. Если следовать логике полученных данных, представляет несколько странным та напряженность, которая возникла в преподавательском сообществе после опубликования паспортов станции по нашей специальности, где один из паспортов станции предполагает участие анестезиолога в купировании и развитии осложнений анестезии, и при этом станция оснащена высокористичным роботов-симулятором. Если 70% преподавательских коллективов работают с этим регулярно, и используют во время практической части экзамена, используя во время аккредитации, никаких проблем не должно представлять. На вопрос, есть ли чек-листы для оценки действий ординаторов во время высокористичных сценариев ответили о наличии большинства, при этом 25% сказал, что их нет? Проводите ли вы межпрофессиональные тренинги на роботах-симуляторах? ...нашим коллегам внедрять симуляцию и симуляцию высокористичного учебного процесса в УЗИ. В общем-то, ответы наших респондентов соответствуют мировой практике. Так, отсутствие самого оборудования, отсутствие подготовленных либо мотивированных преподавателей являлись доминирующими ответами. Те же самые причины являлись факторами, которые ограничивают внедрение формата ОСКИ в практическую часть экзамена для оценки умений и навыков ординаторов. Какие же выводы мы сделали на основании нашего вопроса и на основании тех данных, которые не в полной мере представлены в моем коротком сообщении? Материальная база для обучения основными манипуляциями в стране создана. При этом отсутствует общепринятая система оценки усвоения мануальных навыков и логики последующего допуска обучаемых к выполнению этих манипуляций уже в клинической практике. На стране пока не создана единая система первичной подготовки повышения квалификации преподавателей по применению симуляционных технологий при обучении ординаторов по нашей специальности. В настоящее время не полностью используется, далеко не полностью, возможности высокоэристичной симуляции. Многие ВУЗы оснащены дорогостоящими роботами, но при этом не используют их в полной мере. Оценка действий обучаемых, что является фундаментальным элементом учебного процесса во время симулированного сценария, даже если он не проводится, осуществляется в крайне ограниченном числе центров и с применением невалидизированных инструментов оценки. Наиболее значимыми препятствиями... А голос был? На какой мне? Свернуться назад, я быстро сокращусь. Минуты на три. На каком слайде меня выбросило, мне не заставить? Сложно сказать. Хорошо, у меня сейчас... Сейчас я в эфире, нет? Ну, тогда я сразу к выводам перейду, потому что я в лимите. Коллега уже тогда обращу к докладу. То есть, образно выводы озвучить, потому что уже лимит времени. Да, я выводы озвучу, я в лимите, конечно. Я в лимите, конечно. Уважаемые коллеги, я прошу прощения за технический сбой. К сожалению, часть моего доклада не оказалась в эфире, поэтому я сразу озвучу выводы, а доклад вы сможете посмотреть после завершения Конгресса. Выводы в результате нашего исследования следующие. Материальная база для обучения основным манипуляциям в клинической радионатуре создана, хотя в настоящий момент отсутствует общепринятая система оценки усвоения мануальных навыков и последующего допуска обучаемых к реальным пациентам. В нашей стране пока не создана единая система первичной подготовки и повышения квалификации преподавателей по вопросам симуляционного обучения. Мы до сих пор не полностью используем возможности высотуалистичной симуляции. Сим-центры оснащены дорогостоящим оборудованием, однако занятия проводятся не всегда регулярно, и оценка действий обучаемых, являющихся важным элементом учебного процесса, не осуществляется. Среди наиболее значимых препятствий для интеграции учебного процесса, симуляции в учебный процесс, является отсутствие оборудования, дефицит подготовленных кадров, либо отсутствие мотивации подготовленных кадров. И важный момент, последний вывод. В настоящий момент у нас в преподавательском сообществе существует острый запрос на разработку типовой национальной программы симуляционного обучения в клинической ординатуре по анастезиологии. Благодарю за внимание.